Приветствую вас, Александр. В первую очередь хочу сказать, что не дают психологи советов. И, в общем-то, вам не стоит ради себя же самого рассчитывать на совет. Я бы вам больше, конечно, рекомендовал бы рассчитывать не на совет, а на непосредственно вот какую-то помощь в разборе себя, помощь в исследовании себя. Вот я бы, наверное, больше все-таки на это сделал акцент, нежели чем на совет. Смотрите, вы описываете ситуацию, при которой вы живете, получается, достаточно такой наполненной, насыщенной жизнью. Вот. Вы описываете ситуацию, при которой вы живете достаточно активной жизнью. Вот. Вы описываете такую ситуацию, при которой вам, судя по описанию, приходилось, точнее, очень много напрягаться, очень много действовать, очевидно, через силу. Вот. Очень много приходилось делать то, что надо, не то, что вы хотели. Ну, и в итоге, в итоге, очевидно, это вылилось только вот в то, что вылилось, а именно в проблемы это вылилось. Вылилось это ваша проблема, вылилось это вот в то, что вы сейчас чувствуете по факту. По факту. Вот. Грубо говоря, вы находитесь в очень сильном отрыве от своих чувств. Вы не привыкли к случаям своих чувств, а вы привыкли, на мой взгляд, вы привыкли двигаться в сторону каких-то целей, каких-то достижений, каких-то вот объектов, но ни в коем случае не какой-то некой глобальной цели. Вот. Ну и, соответственно, надоело вам все это именно по причине отсутствия этой славной глобальной цели. По причине отсутствия смысла эмоционально окрашенного для вас. Я вижу в этом проблематику. Основную проблематику. Основную проблематику я вижу в этом. Поэтому, поэтому и рассмотреть я вам ситуацию предлагаю начать с этого. Я предлагаю вам начать рассматривать свою ситуацию с точки зрения глобальных смыслов вашей жизни. С точки зрения того, что для вас ценно, что для вас важно. Вот. С точки зрения, что вам эмоционально отвлекается. Вот. А что вы, ну, считаете, вам нужно, например, делать. Что вы считаете вам... Нужно достичь. Вот. Мне кажется, что ответы на ваши вопросы, они лежат где-то в этой плоскости. Вот. 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 Примерно так. Такая вот история. Знаете. Так что я не думаю, честно говоря, что в этом есть какое-то вот такое решение. Решение адекватное. Решение одно. Понимаете? Я думаю, что решение кроется в вас самом. В ваших чувствах, в вашей системе ценностей, о которой вы забыли, которой у вас никогда не было и которую, соответственно, нужно простраивать. Вот. В ваших может быть страха в комплексах. Вот. В вашем страхе близости. Потому что, вот видите, вы говорите, что регулярные отношения вам неинтересны. Вот. Я не говорю, что они обязательно должны быть. Но... Ведь с постоянным партнером быть не то же самое, чем с инвалидным партнером. Вот. И то, что вам это не интересно, связано, скорее всего, с тем, что вы в этом видите некое ограничение для себя. Вы видите в этом некую угрозу, какой-то негатив в себе. Иначе бы попробовали. С другой стороны, не возникло у вас желания, не с одной, например, девочкой быть вместе на долгосрочной основе. У этого тоже есть, Александр, причины. Вот с этими причинами и нужно работать, на мой взгляд. Да. Это такая вот работа в контексте бесед. Это не чтение книг, это именно работа в контексте бесед. Я полагаю, что вы очень много думаете и очень мало чувствуете. Я полагаю, что так. Ну что, и всё, что вы делаете в своей жизни, всё, что вы делали в своей жизни, всё это делалось с вами... Ну как сказать, всё это вами делалось ради целей, которые вы себе ставили когнитивно, интеллектуально, но не эмоционально, не чувственно. И отсюда все ваши выжигают проблемы с тем, что вам счастье, надоело, с тем, что вам ничего не хочется, с тем, что вы боитесь близких отношений. Ну или не боитесь, а недолюбливаете их. С другой стороны, то, что вы ничего не хотите, можете свидетельствовать и об апатии. А апатия это и есть подавление ваших собственных желаний, то есть что-то подавляет ваше чувство, ваше желание. Что нужно выяснять, а подавление вас освобождать, и тогда вы, по-видимому, сможете уничтожить что-то в своей жизни. Другой вопрос, что есть достаточно большая, к сожалению, вероятность того, что... Как бы сказать. Есть большая вероятность того, что какие-то люди в вашей жизни уйдут. Их не будет. И вы, вероятно, к этому не готовы. Ответьте себе на вопрос. Хотите ли вы перемен? Ответьте себе на вопрос. Готовы ли вы к реальным... ну, к реальным... переменам. Если готовы, обращайтесь к любому из специалистов. Вот, вам не надо читать книгу. С вами поработает психолог. Мы пообщаемся. И я думаю, что не так будет сложно опискать, условно говоря, ваши чувства. И, в общем-то, поработать с вашими чувствами. Вот. И поработав с вашими чувствами, да, уже к чему-то, ну, к чему-то можно будет прийти. Вот. Я думаю, что так, в принципе, можно вам ответить. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если вам понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо.